Все. Ребят, ну, хотел показать, какие мероприятия по подстилке приходится проводить. Ну, это вместо, сразу говорю, это вместо того, чтобы говно выносить. Вот смотрите, как мне приходится мучиться. Эта подстилка меня просто утомляет. И это я все делал в последний раз, когда она опоросилась перед опоросом. Ну, то есть там дней 10 уже прошло, да? Угу. Я шучу, начну от утомилась. А, еще, видите, она порвует. Ну, если вам видно будет. Ну, сейчас мороз не сильно большой, но и так видно. Ну, я, кстати, в тапочках. Народи на нее. Видите, я в тапочках. А знаете, почему я в тапочках? Не потому, что я люблю, как говно смердит. Потому, что не смердит говно. В общем, о чем я, о чем я? О подстилке. Значит, смотрите. Один недостаток свиньи, как животные очень культурные, очень чистоплотные. Туалет устраивают в одном месте. И вот эти заразы в одном месте находят все время. Пописать, покакать. И приходится. Ну, по-хорошему, конечно, отучать. Надо там ходить, разбрасывать. Ну, честно говорю, ну, допустим, вы позвоните, если захотите купить водограй, чистый хлев, подстилочку, микробов, бактерии. Вам будут рассказывать, как надо делать. Короче, я ленивый. Я так сейчас на ничего не копаю. Я надеюсь, меня не слышат эти самые представители, да, бактерии эти. А то я мне сейчас расскажут, какой ебан. В общем, все, что я сделал, ну, естественно, правильно все приготовил там, отсыпал, отбил, засыпал, не утеплял. Морозы у нас не сильные. Мы территориально живем примерно уже в такой же климатической зоне, как находится Крым. Скоро будут уже пальмы расти. И зимой, конец ноября, у нас еще мороза ни разу не было. Один раз, по-моему, замерзла. И то, по-моему, не замерзала. В общем, самые серьезные морозы у нас в пределах. Вот, поцелов, покажи, как бегают. Видите, как стрельбаны бегают. Перекопал, они сразу. Давай. Пошли искать все, чтобы. Да, искать, самое вкусное, оно в говне. Да, надо найти. Оно нету никогда. И вот они думают, сейчас найдем говно, а ничего мы не найдем. Потому что я его все перекопал. В общем, операция такая себе не очень сложная. Вот, знаешь, надо сделать так, чтобы бактерии еще и перекапывали сам. Надо попросить у создателя, чтобы они каждую бактерию выдали полопать. Потому что вот это раз в неделю пойти полопать, это и раз в месяц. Мне же-то лень. Так устаешь, что... Да, устаешь так, что... Так это учтите. Никто ничего не выносит, не выгребает. Нету утренней зарядки с ведрами говна, а вечерней с ведрами ссак. Этого всего нету. И сарае тепло, и запаха нету. Да, воня нет. Я в тапочках, я их сейчас пойду, там разуюся. И они не будут смеркеть на все село. Вот я, допустим, хожу там в магазин скупляться. У нас в селе на дому торгует. И когда-то что-то зашел разговор. И говорю, там, да вот свиня там опоросилась, надо пойти сегодня успеть. Она говорит, что свиней держите. Я говорю, ну да. Она говорит, ни разу не сушь, чтобы от тебя воняло этим самым. Да, говорю, сказать честно, я ни разу даже и не переодевался. У меня нет даже специальной одежды для того, чтобы идти в свинальник. Это точно. По идее, должно быть. Конечно. Есть такая, в которой я там, ну, по хозяйству. Ну, я эту одежду не раздеваю в свинальник, я раздеваю там, где хочу. Нормально, что? Хвост. А? А есть? Отпадет. Вон один и там второй. Отпадет. Ну, вот это же беконы у них. Хвосты отваливаются. Что им сделать? Ничего, это по природе. А, кстати, вот я через подошву чувствую тепло. Полтеплый, обалденный. Вот, смотри, братаны встретились. Да, да. Да, да, сейчас, сейчас, сейчас. Братья. Вон, братья, смотрите, братаны выцеловывают друг друга. Ах, вы братаны мелкие. Там есть. Кто пришел? Там есть братаны, есть полубратаны. Это самое. Подстилка, огонь. Теплая. В помещении тепло. Единственное, вытяжки я вам, вытяжки. Окна прорубил летом. И все никак, рук нет. Не дойдут он окна, закрыл окна называть. Я такой, Алеша. Сейчас, сейчас. В общем, ребят, покупайте микробов водограевских. За другие не знаю, ничего не буду говорить. Покупал все время водограевских. Когда-то звонили мне, ну, канал, уже там, знаете, подписчики, вся эта фигня. Мне когда-то звонили, этот самый, китайский предлагали по дилерству. Ну, тупо говорит, мы вам будем присылать в больших, этих, каких, серебристого цвета мешках. А вы будете там рассыпать, раздавать, буклеты, шмуклеты, торговать. У вас будет дилерская цена хорошая. Я вот занялся этим вопросом. Мне тогда, да, это самое, сподвигло. Почитал, посмотрел, позвонил. Ну, выбрал отечественного, скажем так, производителя. Ну, как бы не сожалею. Нет ни запахов никаких, ни проблем. Они очень живучие. Нету, ну, меня предупреждали, что надо следить там это. Да, честно, вот честно. Так как я слежу за ними, так мне надо расстрелять. А не, это геноцид, это не выращивание микробов, это геноцид, да, бактерий. Короче, полы работают, единственное, не перегружать. Ни в коем случае нельзя, если там написано 2,75 на голову, должна быть площадь 2,75. Не надо думать, что 2,75 и рядом поставить, влезет 7 свиней. Нет, нет, нет. 7 свиней превратят нашу подстилку просто в хлам. У всего есть свои пределы. Нельзя засунуть, ну, нельзя засунуть ногу 45-го размера в ботинок 32-го. Вы должны это понимать. Во всем остальном, даже отношение к крупной, ну, как, чем крупнее опилки, тем лучше там, да. Ну, в принципе, я на мелких опилках держу. Опилки из-под пилы обычные. Не, ну, не наждачка, конечно, из-под пилы идут. Не из-под распускают, когда бревна на этих самых, а как раз обтачивают деталь. И все равно, ну, они милковатые, конечно, хотелось бы, чтобы они были крупнее раза в 4. Но все равно даже на этих опилках все отлично работает. Единственное, надо чуть чаще перекапывать. Поэтому, видите сами, вот я только что перекопал, все, сколько времени прошло, 7 минут, ну, и пока я начал копать, прошло еще пару минут, ну, короче, минут 10 заняло мне. Раз в неделю 10 минут выделить на содержание одной свиноматки и ее поросят, я считаю, это очень неплохо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, посмотрите, какие поросяты. Посмотрите, какие у нас поросяты бегают. Поросяты у нас, сейчас маму сюда загоним только к ним и пойдем. Я даже во вторую, вот смотрите, сейчас во вторую, гляньте на вторую, да? О, а там у нас кормление идет. Смотрите, на вторую эту самую, я даже перекапывать ничего не буду сегодня. Ну, в принципе не надо. Она чуть больше площадь. Я не помню, может я перекапывал перед этим. Вот, смотрите, вот это вот, сейчас вам покажу под зум. Видите поросеныш, у него на спине, вон, цяточка стоит. Вот это наш поросенок, который, который был раненый. Я видео выложу. Смотри, наш подбитый гастеловец. Вот это он с цяточкой? Вон, да. А подожди, не он, это не цяточка, это грязь, по-моему, нет? Нет, это, а может и грязь. Ну, он, значит, в нижнем ряду, значит, я вас обманул, ребята. Сейчас, 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 подзумим. Вот, 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 где он тут. А вон его шопа видна. Короче, тут у нас кормление идет. Ты понял, сиськи, которые используются, они используются, ну, не задействованы. Да, вон стоят сбоку нифига. В общем, на этот, в этот сарай я подстилку не буду сегодня выгребать. Ну, копать и завтра не буду. И, короче, может, я их выходной покопаю, а сегодня точно ничего не буду тут копать. Нафиг. Ну, так нормально все. Там трошечки, я говорю, ну, как, надо было перевернуть. Чего-то я перевернул, нету. Она не, не жидкая, все отлично. В два места у меня, получается, под поилкой, под поилкой трошки, она пьет и вода протекает. И вот под поилкой немножко у нас мокреет, под поилочкой, и тут мокрела. Ну, все, иди, 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 хороший, иди отсюда. Нет, никто никуда не уходит, я сказал. Куш, кушу, чай. И в угол она вот входит, туалет устроил, вот там в угол удалил. То же самое, я знаете, как делаю, я выкопал яму там, ну, прямо в другом месте, в любом. И туда вот эта вот, которая скопилась, там, пару штыков, кинул эту яму. И бактерии ее быстренько переработали. Ну, остается у меня. Нема такого, чтобы жидкое там накапалось или еще что-то. Все работает, все хорошо перерабатывается. Я так еще подозреваю, я мог бы еще сюда говнецо подкидывать, где-нибудь подкуплять и подбрасывать, чтобы они ее съедали, перерабатывали. Ну, свинка, иди отсюда. Сейчас будет у них тоже кормление, видите, какие-то веселые. Это пошла погуляла мама. Это у нас такая, а-ля бекон. Задняя часть, видите, какая мощная. Чем больше задняя часть, тем больше будет с нее мяса. Чем меньше голова, тем меньше отходов. Закрывает заднюю голову. Сейчас мне какой-то герой даст. Я вроде не протащусь. О, тут уже покушали. Нормально. Так что подписывайтесь на канал, покупайте водограй. И не бойтесь, соседей даже знать не будут. Никто знать не будет, что вы разводите свиней. Все будет классно, и вы заработаете денежки. Пусть немного, но все равно заработаете. Ну, как немного. Для кого и 3000 нормальная зарплата в месяц. Здесь же будет у вас гораздо больше. Уж поверьте мне. Все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всего доброго.